Немцы ведь исполняли то, что им приказывали. А у нас сделали это даже по собственному желанию. Вот так приятно попытать, поубивать. Плюс к тому, что это хотели. И, конечно, если бы старин официально крикнул клич бей жидов, то ни одного бы не оставили. – Вероятно, ваша мать также пострадала, коль скоро отца арестовали. – Моя мать была сослана на 8 лет. Сначала она сидела в Бутырской тюрьме, а потом ее перевели так, как других жен врагов народа, этапным поездом теплушки для телят. Там их везли в Среднюю Азию. Она с грудным ребенком была. И в этом ГУЛАГе было 6 тысяч жен. То есть где была она? Личных дел не было. Это были жены. И там вот они были... Но они не знали, что 10 лет без права переписки, то, что сказали им про их мужей, это была неправда. Они были все расстреляны. Они уже были все вдовы. Вот это они не знали. – А как же вас, Майя Михайловна, приняли в школу балетную? Ведь, насколько я знаю, обычные дети врагов народа потом оказывались в каких-то интернатах специальных, их как бы не пускали дальше. Вот как это с вами получилось, что все-таки... Дело в том, что я поступила в балетную школу при отце в тридцать четвертом году. А он погиб в тридцать седьмом. Так что я училась первые три года. Все было нормально. А потом, вы знаете, я сама задавалась этим вопросом. Почему нас не тронули? Я ведь была не одна. И по всей школе в разных классах были дети врагов народа, которых не гнали. Очевидно, очень плохо было тем, кто был высоко всяким. Вот такого рода, как Тухачевский, Бухарин, которые были большие посты, большие люди. Там плохо было. Там они, дети, сидели тоже. Но людей не так слишком высоко стоящих. Детей, в общем, не трогали. И не попрекали, не говорили вам, что вот, мол, твой отец, там, смотри, и так далее. Там не было такого? Вы знаете, такого не было, но мы это чувствовали. И анкеты, бесконечные анкеты, в которых без конца издевательски спрашивали одни и те же вопросы. Тысячи анкет без причины, по причине, куда-то поехать или просто так, или обновляются дела в месткоме и так далее. Все время обновляли, несколько раз в году обновляли анкеты. И мы должны были писать. Репрессированы. То, то. По сто раз. Это же тоже было. Запомните и не забывайте это. Кто вы? Это в вас жило, как бы не давало вам покоя? Вы всегда в этом помните, когда росли? Конечно. Я это всегда помнила, и я этого никогда не простила. А с какой статьи? За что, почему это прощать? Я их утробно ненавижу. До сегодняшнего дня. Редактор субтитров А.Семкин